Вместо привычного маршрута на кондитерское предприятие сотрудники направляются в прокуратуру. Вопрос один на всех. Где деньги? Уже несколько месяцев люди не могут получить заработную плату. И когда она будет выплачена, сказать никто не может. Исключение не сделали даже для матери-одиночки. Декретные для пекаря кондитералы и ее ребенка единственный источник существования. Вот сейчас вот пять месяцев мне не заплатили за пять месяцев. Вот сейчас вот меня отстранили от работы, ну как то, что работы нет. Я сейчас месяц уже сижу дома. И в течение месяца мне вообще нисколько не заплатили. Я уже как мать-одиночка, мне же нужны деньги. Тем более я нигде не работаю. И они мне не платят. Меня же не будут так просто кто-нибудь сидеть кормить. Многие сотрудники уже уволились. Расчеты так и не получили. Ждать в море погоды больше смысла нет, считают люди. Когда я туда пришла, задержка заработной платы уже была у всех. Жаловались абсолютно все. Но, когда я стала высказывать свое мнение по задержке заработной платы, вы знаете, разговор был просто в унизительной форме. Компанию «Тарталин» до недавнего времени возглавляла Оксана Бреднева. Но в июне она была назначена исполняющей обязанности министра сельского хозяйства Пермского края. Из бизнеса вышла. В телефонной беседе с нами бывший директор «Тарталина» наличие проблем не подтвердила, но и не опровергла. Обратились сотрудники по невыплате заработной платы. Скажите, пожалуйста, она, я так понимаю, при вас еще не выплачивалась причиной? И как этот вопрос будет решаться после вашего ухода или нет? Конечно, управляющему-то звоните, пожалуйста. Будет. Мы связались с управляющим компанией. Мужчина уверил, что долгов сейчас нет совсем. Просто сотрудники финансово неграмотны. Я сейчас только что с ней разговаривал. Она говорит, а как? Я говорю, ну, вообще открою, почитай. Выконодательство и все остальное. Так у меня не просто их нет, и мне их и быть не может. Как бы там ни было, разбираться в этой ситуации теперь предстоит надзорному органу заявления готовиться написать еще несколько сотрудниц. В прокуратуре пообещали прокомментировать ситуацию после завершения проверки. Ксения Алексеева, Кирилл Андреев, Телевизионная служба новостей.